Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы поговорим о покупках косметики. На этот раз я постаралась приобрести практически все, что вы мне посоветовали под прошлым видео в комментариях. Мне прям было очень интересно. Скажу честно, я довольно давно не снимала такое видео с покупками косметики, поэтому у меня их накопилось довольно много и я предлагаю начинать. Начну с декоративной косметики, в частности с гелей для воровей. Вы знаете, насколько мне нравился гель для бровей от Essence, но у нас почему-то в магазине их все сложнее и сложнее найти. И решила я поискать аналог. Вы мне советовали попробовать гель от Vivienne Sabo, но как-то меня не очень впечатлила упаковка и там просто огромная вот такая вот кисть, как будто для туши, она размером с мой глаз, наверное. И как-то я подумала, что даже расчесать аккуратно брови такой кисточкой будет довольно сложно. Поэтому я остановилась на том, что было в магазине. А это вот такой вот гель от Lumine с такой довольно аккуратненькой маленькой кисточкой. Но проблема не в ней. Все дело в том, что она очень жадная на продукт. Она не хочет его отдавать. Она вроде бы его там цепляет, но переносить на ваши брови не хочет. И в итоге вы одну сотую капельки пытаетесь размазать себе по бровям. Продукт тоже не очень, он ничего не фиксирует. Бесполезная покупка. С первого дня использования мне казалось, что он у меня закончился. Но на этом я не остановилась. Я еще раз вернулась в магазин и на этот раз мне попался прозрачный гель от Rimmel, который называется очень прикольно. Brow This Way. Здесь даже есть в составе органовое масло. Короче, такой ухаживающий, фиксирующий продукт. Здесь мне кисточка понравилась больше. Она более щедрая на продукт. Она удобно распределяет гель. Но как бы его сказать, этот гель опять же ничего не держит. Вот серьезно. Такое чувство, что я вмочила ее в воду и себе нарисовала брови. Недавно у меня закончились мои самые любимые кремовые тени, которые Color Tattoo в оттенке 91. Те, которые розовенькие, если вы помните. Я решила, что мне нужно найти что-то подобное, но с более нейтральным цветом. Что-то типа базы от MAC. Конечно, на MAC я разориться не могла, но в магазине консультанты мне сказали, что у них появились новые матовые тени от L'Oreal. Я взяла единственный оттенок, который был матовым. Мне показалось, что это то, что я искала. Он такой песочного цвета и как раз перекроет мою сосудистую сетку на глазах, но не прибавит такого активного цвета. Тени называются Eye Paint. В оттенке 305 Pitch Me Baby называется. Тени идут с таким вот довольно массивным, огромным аппликатором. Консистенция похожа на какое-то суфле. В то же время какая-то пудровая и сухая. Тени очень быстро схватываются. И вот сейчас мне смыть этот сводч будет довольно проблематично. Но для них это хороший плюс. В упаковке это выглядит намного лучше, чем на глазах, потому что продукт немножко окисляется. И цвет уже не выглядит персиковым, а каким-то более с оттенком куркумы, что ли. В общем, желтушным. Буду называть вещи своими именами. Пользовалась ровно два раза и больше не хочу. К сожалению. На следующий день стыдом и позором я пошла покупать свое любимое от Color Tattoo. Специально к Хэллоуину мне пришлось купить накладные ресницы. Вернее, раскошелиться на них. Потому что у нас, честно, цены на косметику какие-то дикие. Ресницы у нас стоят под 200 гривен. Причем это самое таки бюджетное. Радует, что они идут с клеем. И, к счастью, они изменили саму ленту, которая держит реснички. Она теперь более мягкая, практически незаметная. Даже я уже могу с ними справиться. У меня, кстати, номер 02. Реснички называются папарацци. Ну что, с декоративкой мы закончили. Переходим к продуктам для ухода. В прошлом видео, там, где я жаловалась на свои жирные корни волос, вы мне посоветовали вот такой вот шампунь от Эльсе, который идет с глиной. Опять же, почему-то непросто мне было его найти. Мне очень нравится его запах. Такой свежий, приятный. Хорошо вымывает волосы, но не до состояния стянутости и сухости. То есть, все очень даже в меру. Те, кто ищут хороший бюджетный шампунь для жирных корней, присмотритесь. Схватила я по скидке вот такую вот маску для волос от Глискур. Кажется, это их новая линейка с 8 маслами. По-моему, это уже было в Эльсе. Ну ладно. Она идет для длинных, секущихся волос. По консистенции она как будто вот такой плотный, жирный баттер для тела. На ощупь что-то среднее между сливочным и кокосовым маслом. Очень плотное и вязкое. Приятный такой успокаивающий запах. Такое чувство, что маска действительно с какими-то маслами, потому что ее нужно совсем немножко. Если вы переборщите, у вас в итоге получатся липкие волосы. И нужно будет их все-таки перемывать. Она сильно утяжеляет волосы. Мне не очень нравится ощущение липкости на волосах. Поэтому использую, ну как-то так, без особого энтузиазма. Под прошлым видео вы мне писали, что в Эльсе очень классное масло для кончиков волос. Я стояла, наверное, полчаса в магазине и не могла выбрать, что взять. Лореаль, Глискур или Сьез. Составы у них практически идентичные и на первом месте у всех, конечно же, с силикон. Ну, без этого никак. Единственное, в продукте от Лореаль действительно есть масла, кроме силикона. Очень боялась я переборщить с количеством, но мои опасения были напрасны. Потому что две помпы это самое. Оно очень приятное масло, хорошо распределяется по волосам. За счет того же силикона волосы очень бархатистые и гладенькие. И даже при укладке феном волосы выглядят, как будто их уложили утюжком. Спасибо вам огромное за ваш совет. С удовольствием пользуюсь. Пополнение в моей коллекции сухих шампуней и в зимний сезон у меня появился довольно летний аромат. Это батист с тропическим запахом. Я ненавижу кокос, но мне пришлось его взять, потому что другого не было. Работает он, как всегда, хорошо, но запах... Недавно мы выбрались с Серегой в театр и мне пришлось сделать какую-то маломальскую укладку. Пришлось мне купить лак для волос. Я взяла на кассе вот такую вот малютку фирмы Isana. Мне очень понравился и степень фиксации, и запах, и то, что у меня не слипались после него волосы. Если найдете, попробуйте хороший лак для волос. Мои многолетние отношения с мицеллярной водой от Биодерма закончились. В связи с ужасным ростом цен мне пришлось это сделать. И я вспомнила, что вы мне писали в комментариях, что неплохая мицеллярная вода от Лореаль. И вот теперь она рядом с моим лицом. Кто бы мог подумать, эта мицеллярная вода стоит в 5 раз дешевле, чем Биодерма. В 5! По действию это то же самое. Он точно так же работает. Очень нежно и приятно снимает макияж с лица. Она намного мягче, чем Гарния и действительно очень похожа на Биодерму. И как видите, я настолько ее полюбила, что она уже заканчивается. Ну, конечно же, куплю еще. Из гелия для душа купила себе наконец-то Le Petit Marseille. По-моему, так это читается. Мне обычно не нравятся их запахи, но этот меня покорил. Это клубничный запах. Не опять, а снова, скажете вы. Я не знаю, почему меня перемкнуло на клубнику. В общем, это пахнет как будто детский клубничный дирол. Если помните, такие красные, по-моему, упаковки были с зайчиком. Вот запах один в один. Класс! Единственное, продукт прозрачный, такой гелевый. Он абсолютно не увлажняющий. В принципе, никак не улучшает состояние кожи. Но за счет запаха ему нужно все простить. Опять моя зависимость от запаха заставила купить мне вот это вот странное мыло для рук в виде груши. Посмотрите, как это аппетитно выглядит. Пару дней назад нашла на прилавках вот такую вот новинку от DAF. Это их новый антиперспирант. Это груша и алоэ вера. Боже мой! Как он офигенски пахнет! Вот реально не таким резким дюшесом, а действительно свежей грушей. У DAF очень классные дезики. Они очень надежные и довольно неплохо контактят с кожей под мышками. Во всяком случае, у меня так. И еще одна новиночка. Это вот такая вот зубная паста от Colgate. Их линейка, видимо, действия, или как-то так называется, та, которая синеет на зубах. В рекламе было сказано, что она входит в реакцию с бактериями, там, с зубным камнем, начинает синеть. То есть показывая таким образом, что она действительно там с чем-то борется. Но как бы она синеет даже от того, что вы просто ее разотрете между пальцами. Короче, в обычную зубную пасту добавили такие гранулы синего пигмента. Как только вы начинаете растирать их, они начинают выдавать цвет. Довольно стандартная паста на каждый день, но у меня от нее желтеют зубы, поэтому больше не возьму. И последний продукт я не покупала довольно давно. Это любимчик моей мамы. Вот такой вот крем, который называется Boro Plus. На самом деле это мега универсальное средство. Это крем антисептик, который помогает заживлять какие-то раны, уменьшать воспаление в виде прыщиков. Используется даже при укусах насекомых, при обветривании кожи или ее сухости. Он состоит полностью из натуральных ингредиентов. Стоит 5 копеек, продается в любой аптеке. У нас ее вообще нашла в супермаркетах. Присмотрите, свеч очень нужная. На этом все. Надеюсь, я вас не утомила. Вот такое вот длинное видео с покупком у меня получилось. Пишите мне в комментариях, что мне нужно попробовать в следующий раз. Мне прям очень понравилось. Спасибо вам огромное за ваши советы, за ваш просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока!